Проехали аэропорт Красноярска, а впереди нас ждет грозовой фронт. Едем дальше. Проехали мы ливень, и снова у нас вот такая красота за окном. Сибирская тайга. Едем дальше. 10 километров, не доезжая Козулек, мы остановились. Передохнуть, посмотреть. Сидят торговцы, продают. В первый раз у нее встретилась вот такая палатка. Медицина стоит скорая на трассе. И мы шли, увидели вот такой заброшенный храм. Пойдем посмотрим сейчас произведение искусства, говорят. И здесь. Такие ливники. Зеркала вот такие, на шарнирах различные. Ручками. По теме вот такие 650. Ну такое, да. 850. окружки в какой цену металлический ох тут целый зоопарк а белочки белки такие белочки покрыты и покрыты а детку можно купить да но как тебе только рад вернулся пошел в сторону машины сразу тысяч ну да за расческу блин 500 рублей из бересты проезжаешь поворот на козульку несколько километров дальше и вот такой рынок здесь это все дешевле стоит выбор больше намного люди тоже торгуются да очень красиво бензин подходил концу а то тут попалась заправочка нормально приличные к нормальной колонки 36 50 92 залил полный бак плюс двадцатку канистру нормально кстати насчет заправок интересно вот у нас три фирмы там 34 фирмы по всей области все как бы одни и те же но редко где там встречаются такие индивидуальные здесь нет на любой вкус и цвет от 35 рублей даже сейчас я не стал проверять там заезжать проезжали какой-то деревне заправка но вывеска была на дороге заправка что-то 92 32 50 ну мы уж совсем уж дешевая не стал туда не стали мы проверять насколько там бензин ну а здесь по 3650 в принципе мне так и залезло 45 в бак там литров 10-15 оставалось и двадцатка канистры на любой вкус и цвет заправки вот как переехали это примерно пошло за этим да уже наверно бурятии вот началось вот это и пошло вот как-то так едем дальше мы подъехали качинску 1683 года основания чинска новосибирск налево на налево понимая чинская стопа не видимо там новички моют здесь светофоры стиле формулы 1 еще начинск а дороге как в канске до с дорогами плачинский беда с указателями тоже куда ехать непонятно поначалу был сейчас вообще нету ну блин смотрю фуры едут надеюсь вы едете в новосибирск бачинский завод на заводе городе завода были на выезде какой-то завод да бачинский две основных проблемы это экология и дороги дышать вообще нечем в городе еще и тут какая-то вся сопкой лесенкой а так вообще весь город в дыму прям аж в этот горле блин суперши провалились фуры бетон 2 съехали видать с дороги остановиться и провалились колесами в грунт пока едем по сибирской тайге минутка википедии проачинск значит там глина глина перерабатывающий завод цементный завод мимо которого вот мы ехали и аж дышать нечем было нефтеперерабатывающий завод дышать было очень реально тяжело и прям сразу горликом даже прямо над городом дымка такая видно когда отъезжаешь на город а при прийти ты высокий показатель загрязнения значит воды воздуха и при этом средняя зарплата официального как понимаете росстат у нас вообще прям честно это говорится средняя зарплата 21000 рублей месяц в ачинск ходит пятерку самых грязных городов красноярского края выбросы вредных веществ в атмосферу вот шестьдесят две тысячи тонн на каждого жителя ачинска вот выбросов вредных веществ 562 килограмма пол тонны год съедают залы местные жители это это ужас просто ужас да на мариинской 68 километров у нас идет дождь мы решили сегодня до него доехать там остановиться на ночлег скорее всего и зажива новым очередной раз менялся подъехали мы к мариинску городу центру золотой лихорадки на сибири в общем решили остановиться на въезде пока есть такая площадочка может здесь изначально